Привет, друзья! Это Егоров и медиа-скандалы. Разберемся в них. Шоу, чтобы строить, ну можно. Начнем с новичков. Василий Уткин зарубился с Камилом Гаджиевым. Словесно, конечно. Меня задели твои слова, Камил. О том, что произошло, коротко. Сначала, после матча файт-клаба с Рубином, автор телеги Крисева заобайтил Гаджиева на спор с Уткиным. Вот, что получилось. Я же не могу предложить сейчас Васе выйти и сыграть в футбол, правильно? Может предложить ему пари. Кто выиграет? Ну да. Слушай, ты знаешь, я вот много лет занимаюсь индустрией, а многие уже поздувались. Я не здусь, потому что не дурак, не делаю глупостей. Зачем мне это нужно? Я лучше по-другому скажу. Я скажу, что если мои ребятки обыграют эгресси, получат полмиллиона рублей. На всех? Да. Пускай им будет хорошо, а не Васе Уткин. 500 штук на кону в этом матче. И травоядный комментарий вроде. Ну, владелец команды «Файтнайтс» Гаджиев обещает своим ребятам полмиллиона. Кажется, вообще никаких проблем. Но Уткин сумел докопаться, и вот он что написал. Цитирую. Гаджиев бравирует баблом. А у нас в любительском футболе это не принято. Ну, есть у тебя деньги. Что трепаться-то? Меня задели твои слова, Камил. И я вчера это уже сделал на конференции, но вы еще пока не видели. Я заехал в банк, снял 500 тысяч, и я хочу тебе сказать, Камил, давай-ка ты ответишь за свои слова. Пусть это будет пари. Мои полмиллиона против твоих полмиллиона. И если моя команда выиграет, я в это верю. Прямая ли ей заплатишь ты в размере полмиллиона рублей. А если мы прыгаем, ну, значит, я тебе отдам свои деньги. Нечасленность на расход. И вот так могла состояться заруба на целый миллион рублей. Точнее, она и сейчас может состояться, потому что Гаджиев-то на спор согласился, но с одним условием. Если на поле, вместе с ним Камилом, выйдет и Василий Уткин. Интересный заход, конечно, от Камила. Только я думаю, что он не первый, не десятый, не сотый, не тысячный, даже не миллионный человек, который хотел бы видеть, как Василий Уткин бегает по полю. И, естественно, он от Василия получает привычный ответ. Так же цитирую. В общем, Гаджиев слился. Ничего, Камил, обыграем Вас бесплатно. Что нового? Да ничего. Просто Камил Гаджиев фу-ф-ла-гон. И у нас, конечно же, тоже возник вопрос. Но зачем Гаджиев ставит условием спора движение и бег по полю человека Уткина, который бегать-то, собственно, и не может, наверное? И с этим вопросом мы обратились напрямую к Камилу Гаджиеву. Вот что он ответил. Ну что ж, друзья, вот есть вопрос. Почему я, зная, что Василий Уткин не может бегать, хотя на самом деле он может, любой может, вопрос не хочет, приглашаю его на футбольное поле и спорю на 500 тысяч. Попробую объяснить, почему. Дело в том, что не так давно Василий предложил моей команде спор на 500 тысяч на победу в матче Эгресси против ФК Пойгнает. Зная изначально, что его команда, которая когда-то выиграла очень престижный турнир ЛФЛ, фаворит поединки с командой, которая состоит частично из профессиональных бойцов. Так вот, чтобы уравнять шансы, я приглашаю Васю стать 11-м игроком. Тогда можно и побиться на 500 штук. Ну а теперь вывод по этому конфликту. Давайте загибать пальцы. Ну, во-первых, Уткин прекрасно знает, предлагая этот спор, что Эгресси куда более сильная команда, ну, во всяком случае, на бумаге, чем Файтнайтс. И в худшем случае, если Гаджиев согласится, или, я бы сказал, в лучшем случае, можно будет завернуть себе в бумажечку полмиллиона и потом сказать «Эй, Камил, ну как?» Второе. Если Гаджиев откажется, то его можно будет назвать фуфлагоном. И аудитория Уткина самому Василию поаплодирует. Ну и в-третьих, даже если Гаджиев грамотно ответит, а он ответил про Василия на поле достаточно грамотно и логично, то в любом случае интерес к матчу будет подогрет. И о нем будут говорить. Вот я и говорю. Так что Уткин молодец. Гаджиев, что хорошо ответил, тоже молодец. Скандал вроде бы состоялся, а вроде бы нет. Идеальный подогрев. Молодцы! Меня задели твои слова, Камил. Ну все, как он принимает достаточно близко, близко прям к своей душе. Ты не хочешь принимать, ты не принимаешь. Я тебе сказал, извинись и дальше делай, что хочешь. Все. Почему так сложно извинить? Так нет, не сложно. Как бы, если я накосячил, я извиняюсь. Ничего страшного. Нет, ну ты не понимаешь, зачем? Я не накосячил. Нет, не понимаю. Вы, наверное, поняли, что это видос с бэкстейджа программы Это Медиа Футбол Бро, где Фил просит у Сипсканы извинения. Я коротко напомню эту историю. Не будем перегружать видео эпизодами. Просто в какой-то момент Фил очень ярко начал свое выступление в Медиа Лиге. Много кричал, негодовал. И в какой-то момент Сипскан и так уже его по чуть-чуть дергал. А потом, когда Фил пытался поднять уже на МКС какого-то футболиста, который травму получил, Сип назвал Фила одноклеточным. Ну, что делает, конечно же, Фил? Он бесится. Как это так? Я одноклеточный. И, естественно, обещает Сипскане в личной переписке приехать и побить его, о чем сам и говорит. Я ему, я честно говорю, что я ему угрожал голосовых, да, я ему говорил, что эти ебало сломаются, и ты продолжишь. А что он мне сказал, что я мусорнусь? Вот. Ну, как бы, я ему сказал, мы с тобой встретимся. Конечно же, Сипскана записывает голосовое сообщение, где говорит, ну вот, я же говорил, он одноклеточный. И все переходит уже потом к постоянному обмену какими-то мнениями. И вот в итоге пацаны встречаются в эфире программы, где ничего толком не меняется, где Фил говорит, Сипскана, ну как же так, ты бездушный вообще, ты не должен так себя вести, кто ты такой. А Сипскан говорит, да я вообще могу себя вести как хочу. Такой вот, в принципе, конфликт. И, естественно, перед Филом никто не извинился. Почему так сложно извинить? Так нет, не сложно, ну, как бы, если я накосячил, я извиняюсь, ничего страшного, нет? Не, ну ты не понимаешь за счет? Ведь Фил в этой истории, кто? Конечно же, заведомо проигравший. Ну, сами посудите, что мы знаем о Филе. Ну, опять же, чувак, который ярко влетел на МФЛ и очень критиковали за то, что он прям вот такой жесткий, жесткий мужик. Во-вторых, Дом-2, это тоже обычно идет в плюс. Третье, сейчас поднимаются вот эти архивы, что на него какое-то дело было заведено. Это тоже можно использовать. Я вот, меня может перемкнуть, я придурок, блядь, по жизни, понимаешь? А с другой стороны, кто такой Сипскан? Ну, вот кто такой? Это капитан Амкало, преданный всю дорогу одному клубу, который прогрессирует вместе с проектом, который всегда с фанатами, который всегда с Германом. А с другой стороны, его альтер-эго в интернете, ну, это вот такой вот иногда подлинненький, иногда мерзенький такой участник интернет-баттлов, который всех пытается подколоть. И Сипскана это не скрывает. Говорит, да, это мое альтер-эго, я здесь вот так вот себя веду. Ну, я такой трикстер, так, везде вот так вот кальну, 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 гадость делаю, мерзенький, да, я мерзенький. То есть, по факту, за что ей заняться-то? Чтобы человеку просто делать приятно? Для этого есть проститута, что мы. И с учетом того, что он вот такой вот прям капитан и душа там, история Амкала, ему могут простить и одноклеточного Фила, и маму Коваля, могут простить вообще все, что угодно. То есть, Фил, когда он выступает на любых дебатах Сипскана и должен представлять, что он находится в эфире американского ТВ-шоу и оппонирует ему, ну, например, темнокожий, небинарный, трансгендер и еще с паспортом какого-нибудь такого государства. Это ты бесчувственная мразь. Это правда, кстати. Ты ебанная скотина, которую уважают другой, чужой, чужой. Поэтому, друзья, Филу лучше на такие телешоу не ходить. А уж если ходить, то иметь с собой достаточную такую объемную папочку, в которой все указано и рассказано про его оппонента, но с фактами и с большим количеством времени, потраченным на изучение той или иной личности. Я вот, меня может перемкнуть, я придурок, блядь, по жизни, понимаешь? В общем, Фил, какой тебе смысл этим заниматься? Расслабься, ты МКС выиграл. Ну и коротко о двух других новостях. Футбольный клуб «Козлы»? Не, не слышал. Во-первых, Сода Луф, несмотря на то, что он до этого заявлял, все-таки козел, потому что появился на презентации команды. Моя ставка на матч Сода Луф забьет. Должен забить, должен. Вот такая интрига была вокруг него, что он должен забить, чувак. Вот теперь это да, брать. Что ж, это был отличный байт и Гуди респект. Футбольный клуб «Козлы»? Не, не слышал. Другой байт касается матча сборной России с «Амкалом» или со сборной медиалиги. Тем более, такой вопрос Валерию Карпину совсем недавно задали. А сборная в последующем может сыграть с медиакомандой? Ну, может быть, почему-то. Ну, шоу, чтобы устроить, ну, можно. Ну, если они уже начали играть в кубки и будут дальше расти и расти, не допускать. За уровнем сборной России? Давайте тогда мы будем вызывать сборную. Я связался с людьми, которые входят в круг общения Валерия Георгиевича, и они поделились таким мнением. Я его зачитаю. По мне, вариант маловероятен. Очевидно, что сборная будет искать спарринг-партнеров по этому списку. Национальные сборные из дружественных стран, клубы российские из дружественных стран. Выходи серьезно. Смелья, смелья. А уже потом, если не получится, можно будет смотреть в сторону блогеров. Но для этого должно не получиться. Карпин же вчера говорил на эту тему. Если мы хотим шоу, то можем сыграть. Но сборная ищет не шоу, а соперников своего уровня. Шоу, чтобы устроить, ну, можно. И клубы будут неохти довольны, если игроков будут забирать под такие матчи. Так что вероятность проведения игры сборной России со сборной блогеров 5-10%. Ну, если они уже начали играть в кубки, будут дальше расти и расти. За уровень сборной России? Давайте тогда мы будем вызывать сборную. Ну, на этом все, друзья. Есть еще и другие скандалы, связанные с заявками в МФЛ. От себя могу сказать, что я вышел из КДК в первый или второй день и никакие решения не принимал. А то уже Фил думает о том, чтобы отказаться от МФЛ. Ну да ладно. Эти скандалы потом. Это был Егоров. Пока.